Здание было построено в середине 60-х годов прошлого века. Молодого афтезиатра Сергея Панкрушева, как говорится, еще и в проекте не было, когда в палаты Бендерской туберкулезной больницы начали поступать первые пациенты. Как видите, оно находится в достаточно устаревшем состоянии. Чтобы наглядно продемонстрировать, что значит устаревшее состояние, заводделением провожает нас в уборную. Это туалет для пациентов, то есть он общий на все отделение. Он у нас один. Из окон старой туберкулезной больницы видна новое трехэтажное здание, огорожено покосившимся металлическим забором. Новое туботделение начали строить в 2013-м по линии российского гуманитарного проекта «Евразийская интеграция». Но не достроили. Российские деньги перестали приходить. Общая сумма средств, мета по этому объекту, по российской информации, это порядка 350 миллионов российских рублей. В целом эта работа была выполнена, ну если в переводе на следства, то было выполнено порядка 3,5 миллиона долларов. Если верить смете, 3,5 миллиона долларов ушли на возведение здания без внутренних работ и отделки, не говоря уже об оснащении. На какую сумму на самом деле можно оценить работы в бендерской туббольнице, неизвестно. Такую экспертизу не проводили. За объекты по линии евразийской интеграции отвечал российский подрядчик, фирма «Нет» и посредники, тоже российские компании. Они заказывали работы и нанимали строителей здесь, в Приднестровье. А потом неожиданно закрылись и исчезли. Часть российских денег от субподрядчиков так и не дошли до наших предприятий рабочих. Общая сумма долга порядка 2 миллионов долларов. Так новая туббольница в Бендерах и еще три объекта в Террасполе и Рыбнице стали самыми свежими долгостроями в Приднестровье. Вот так вот выглядит 3,5 миллиона долларов. Такие огромные деньги были вложены в это здание в рамках российского гуманитарного проекта. И это был бы памятник деньгам. Однако в рамках фонда капитальных вложений государство достроит это отделение туберкулезной больницы. К качеству стройки, как и на других объектах по линии евразийской интеграции, большие вопросы. Казалось бы, вложены гигантские средства. Прошло всего несколько лет, а фасад уже осыпается и трескается. Посмотрите, наверху трещина идет и стена в любой момент может обрушиться. То есть небезопасно проходить мимо? Да, крайне небезопасно. Внутри незаконченные работы, строительные мусора, но новая туб больница нужна Приднестровью. Официальные цифры Минздрава на учете по туберкулезу состоят 660 человек. По медицинской статистике это соответствует эпидемии. Палаты старой республиканской туб больницы заполнены круглый год. Как минимум 170 человек на 200 коек. По нормам Сампина в каждой вот такой палате может находиться максимум до трех человек. Но, как мы видим, здесь находится 4 человека, коек вообще 6. И уже долгие годы персоналы, пациенты не теряют надежды, что новое здание туберкулезной больницы разгрузит отделение. В новой туб больнице планируют открыть первое в республике детское туберкулезное отделение. Ежегодно опасной болезнью заражаются до 8 малышей. Еще около 15 подростков становятся на учет с открытой формой туберкулеза. Большинству детей приходится лечить в Кишиневе. Через два года необходимость в молдавском лечении отпадет. Мы все-таки нашими силами будем справляться и лечить наших детей, которых на сегодняшний день мы отправляем в Кишинев, для того, чтобы они могли получать лечение в условиях стационара, учитывая, что старое здание не соответствует требованиям. И дети, особенно младше трех лет, они просто не могут находиться самостоятельно в этом здании. Брошенное российскими подрядчиками отделение достраивать будут на средства фонда капитальных вложений. Президент поручил сделать это за два года. Уже готов проект. В новую туб больницу придется вложить еще 24 миллиона приднестровских рублей. Это почти полтора миллиона долларов. На этой неделе Верховный Совет в первом чтении принял проект государственной программы по профилактике туберкулеза. Программа рассчитана на пять лет. Объем финансирования 98 миллионов рублей. Верховный Совет всегда уделял внимание улучшению обслуживания людей, в том числе по улучшению обслуживания в части здравоохранения. Туберкулез это страшная болезнь, ею болеют все, в том числе и молодежь. Самое главное надо делать так, чтобы и в дальнейшем эта болезнь не передавалась другим. Именно поэтому, потому что она инфекционная, с ней необходимо бороться. Необходимо дальше продолжать лечение людей, выделяя денежные средства на борьбу с этой заразой. В Минздраве говорят, чахотка, которая прежде считалась болезнью социальных низов, давно поражает и вполне благополучных с социальной точки зрения людей. В новом здании туббольницы также откроют два дополнительных отделения, диагностической и для пациентов с особыми формами болезни. Палаты будут рассчитаны максимум на два человека. Что же касается старого здания, там планируют открыть отделение для принудительной изоляции пациентов, которые отклоняются от лечения. Такие методы, говорят врачи, помогут, если не окончательно победить туберкулез, то хотя бы существенно исправить ситуацию. Юрий Чернявский, Гермацета, Леонид Мостак. Отражение.